Модную одежду смотрите на телеграм-канале Салон Красоты. Ссылка в описании. Многие знакомы с этим необычным модным словом коллаген. Его пишут крупным шрифтом в рекламах продуктов по уходу за кожей лица. Он значится в составе сывороток и увлажняющих кремов, о нем говорят косметологи. Вуманхи.ру решил основательно разобраться, что из себя представляет данный ингредиент и как увеличить его выработку в организме, но обо всем по порядку. Что такое коллаген и каковы его функции коллаген, это наиболее распространенный белок в организме, один из основных строительных материалов для костей мышц, кожи, сухожилий и связок. Коллаген также обнаружен во многих других частях тела, включая кровеносные сосуды, роговицы глаз и зубы. Его можно представить в виде клея, который скрепляет клетки и ткани всего вышеперечисленного. Само слово происходит от греческого кола, что в переводе означает клей. При появлении повреждений на поверхности или внутри тела, коллаген сразу срабатывает, чтобы помочь залечить рану и восстановиться организму. К тому же это длинное, волокнистое структурное вещество, придает коже упругость и эластичность. Курение препятствует выработке коллагена фото. ansplash.com нужен ли коллаген извне, если он и так содержится в нашем организме, кожа человека постоянно вырабатывает свежий коллаген, но чем старше мы становимся, тем сложнее организму сохранять белок в необходимом количестве. Примерно с 25 лет начинается снижение уровня воспроизводства коллагена. Менее эластичная кожа, первые морщинки, вот видимые, а точнее ощутимые первые признаки этого процесса. Выработка этого строительного вещества уменьшается также под воздействием ультрафиолетового излучения и стрессовых факторов окружающей среды. Кстати, вредные привычки вроде курения тоже отрицательно влияют на производство белка. Однако не стоит оплакивать неизбежное, ведь есть продукты и уходовые средства, стимулирующие выработку коллагена. Работу по выбору подходящих бьюти-средств оставим косметологам, вместо этого подробнее рассмотрим необходимые продукты питания. Цитрусовые – основной источник витамина сфота. ansplash.com питательные вещества, которые увеличивают выработку коллагена коллагену, предшествует прокалаген, который производится нашим организмом с помощью двух видов аминокислот – глицина и пралина. В ходе этого процесса не последнюю роль играет витамин с. Поэтому убедитесь, что употребляете достаточно продуктов, в большом количестве содержащие эти вещества. Витамин с цитрусовые киви, сладкий перец, абрикос, ананас, яблоко, клубника. Пралин, яичные белки, ростки пшеницы, молочные продукты, капуста, спаржа, грибы. Глицин, куриная кожа, желатин, свинина, моллюски, спирулина. Кроме того, организму нужны аминокислоты, необходимые для производства новых белков. Источниками таких аминокислот выступают морепродукты, красное мясо, птица, молочные продукты, бобовые и тофу. Минимизируйте потребление сахара и рафинированных углеводов, белый хлеб, рис, газированные напитки, макаронные изделия. Они препятствуют восстановлению коллагена. Модную одежду смотрите на телеграм-канале Салон Красоты. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok